Банк Касанова Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Россия и Саудовская Аравия на министерской встрече стран ОПЕК и НЕОПЕК 24-25 мая предложат продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев. Об этом говорится в совместном заявлении министров энергетики двух стран, передает РИА Новости. Министры пришли к пониманию того, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на 9 месяцев, говорится в совместном заявлении Александра Новака и Халида Аль-Фалиха. Стороны условились, что эта позиция будет доведена до других стран производителей нефти в ходе министерской встречи стран ОПЕК и НЕОПЕК, запланированной на 25 мая 2017 года в Вене, отмеченных заявлений. Также министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не видит причин для выхода каких-либо стран из Венского соглашения по нефти и не исключил расширение состава его участников. Интерфакс сообщает, интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом проявляют порядка 50 государств Европы и Азии, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании круглого стола во второй день форума «Один пояс, один путь» сегодня в Пекине. Он отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнутой договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром. Российский лидер напомнил, что в 2015 году было принято решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и проекта по созданию экономического пояса «шелкового пути». Кастак сообщает, президент Казахстана в ходе форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине подчеркнул, что идея председателя КНР Си Цзиньпиня о возобновлении в Евразии древнего «шелкового пути» в новом формате была своевременным ответом на политические и экономические кризисы в мире. Провозглашенный подход стабильности через совместное развитие является сейчас привлекательной формой международного сотрудничества, отражающей экономические интересы десятков стран. Сейчас, когда видны определенные контуры «шелкового пути», нужна совместная стратегическая координация этой макро-региональной кооперации. Реализация инициативы «шелкового пути» позволяет по-новому позиционировать целые регионы, в том числе Центральную Азию в глобальном контексте, приводятся слова Назарбаева в сообщении на сайте Аккорды. Он подчеркнул, что Центральная Азия вновь обрела стратегическое значение, став главным мостом между крупнейшими рынками мира. Кроме того, президент отметил важную роль Евразийского экономического союза в этом процессе. «Новым смыслом наполняется идея создания единого экономического пространства – Большая Евразия. Экономический пояс «шелкового пути» может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и Европейского союза в единую региональную территорию процветания», – сказал глава государства. По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, Китай будет вести сотрудничество примерно с 60 странами и международными организациями по улучшению взаимосвязанности в торговой сфере в рамках реализации инициативы «Пояс и путь», – передает агентство Синьхуа. Два китайских банка предоставят специальные кредиты в размере 55 миллиардов долларов на нужды поддержки сотрудничества в рамках «Пояс и пути», – заявил Си Цзиньпинь, выступая с программной речью на церемонии открытия форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояс и пути». Также, по его словам, Китай создаст 50 совместных лабораторий со странами, присоединившимися к инициативе «Пояс и путь», чтобы придать импульс сотрудничеству в инновационной сфере. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы – Акционерное общество «Банк Кассанова». Находясь вдалеке от дома, каждый может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, особенно с незапланированными расходами. Необходимо срочно перевести средства на банковскую карту, мастер-карт или виза? Нет проблем. Моментальные переводы через систему P2P доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А для перевода средств достаточно знать только номер карты получателя. Банк Кассанова. Быстрый, комфортный, твой.